Сейчас в некоторые моменты внесу ясность, выйдем, и все. Так, ты в эфире? Ну, вроде бы, я не знаю. Саш, ты видишь его, слышишь? Я вот сейчас хотя никому не вижу. Ну говори, так слышно тебя, и так слышно, говори, хотя не видно, но слышно. Говори, хоть слышно тебе, людям слышно. Не выключай вот этот телефон, пусть и то, и то будет. Давай, говори. Представься, в Каскуру, Тусоту, что у тебя с Ребененком рассказал. Он вышел, он вышел. Соро Саренге, Ахаран Саша, Майловску, Соммэгосгорода Ташкента. Мама получилась, что сводил. Ребененку дал деньги на проценты. На проценты дал деньги. Там какая-то сумма была у нас. Ну, что сказать. Первую дал сумму, там, потом вторую дал инвестиции. И, как бы, деньги на проценты там у него была. Вторую сумму. Видишь, отвлекает меня. А слышно, да? Да, да, слышно. Слышно, Саша? И он отдает... Саша, Артур, слышно вам? Первую сумму он мне отдает. Первую сумму он мне отдает. Вторая сумма остается. Вторая сумма давалась на 5 дней. 15% за 5 дней. Все, потом началась, как бы, эти проблемы, задержки, короче. Это когда начались? Вот, когда начались? В мае. В мае все началось. То есть, 8 месяцев назад. Ну, да, да. Началось вот так. То есть, один день, два дня, подожди. Я ему последнюю сумму, которую на 15%, я выслал 2 500. Он там был должен 200 с чем-то. И у него первый, он 4 тысячи долларов мне выслал. 200 долларов оставалось. Мы перекинули туда. То, что он говорил, я не могу. Там лимит какой-то стоит. Он говорит, он не может отправить. Я 200 долларов перекинули. И в оконцовке, он говорит, за задержку. То, что получишь. Общая сумма выходит 3 500. Ну, вот, вот так. Ой, сатон. Там договорились, что до понеделья. И в оконцовке там опять проблемы. Что-то у него не получается. Денег нет. Там кто-то ему должен. Не отдает деньги. Ну, а потом. Все вот это началось, когда... Он объявил, что он рассчитается с нами всеми, кто вложил деньги только до 1 октября. Это когда он объявил? До 1 октября он его не получает. Саш, когда он объявил это? Объявил это летом. Это было летом. Сауля был в эфире, с ним они говорили. А потом он вышел, сказал, 1-го числа я раскидаю, несмотря на факт, не на то, что разблокируют меня или что бы не было бы, я бы отдам вам в любом случае ваши деньги. Подожди, Саш, Саш, подожди. Ты дал в инвестиции деньги или под проценты? Я дал под проценты. Я видел фотографии, то что за какой-то срок я даю сколько-то процентов. За какой срок? За 5 дней я даю 15 процентов. 5 дней 15 процентов. А ты сейчас деньги хочешь вместе с процентами? Нет, за 5 процентов. Мои деньги пусть вернет и все. Не надо большого. Все, мои, самое главное, пусть столбовые вернет. Сколько я отправил? 2 500. Все, мне больше не надо. Саш, еще раз. Столбовые деньги я за проценты не разговариваю. 2 500. 3 500. Да, да, я говорю, 2 500, столбовые мои деньги, сколько я отправил? Артур, 2 500 он говорит? Да, да. Да, 2 500. Ага, дальше. Дальше 1 октября подходит. О, у него не получается, он опять там у нас берет сроки, короче, вот так там. Неделя, месяц, вроде какие-то там сроки он брал, тоже, короче, не получается. И все, на вот этом все и заканчивается, короче. Потом, в оконцовке он выходит, как бы, то, что денег нет у него, не получается у него ничего, но 3-6 месяцев берет. Ну, что я могу сказать еще? Говори, говори. То, что с Баланом была ситуация же у него? С Баланом, да, была. Да, вы? Вышел он, потом позвонил, подписал, смс-ки начал писать ему. То, что не получается у него давать, типа, ты выйти, поговори со мной, короче, почему ты не соответствуешь своим словам, говоришь и не делаешь. Он взял эти смс-ки удалил, меня в черный список закинул. Подожди, ты за Балана начал говорить, что Балан? Да, это когда был час, это вот просто я смс-ки писал, потом он в черный меня закинул. В оконцовке, я говорю, давай с тобой нормально пообщаемся, типа, да, без скандала, без ничего. В оконцовке вам звоните, я говорю, если, говорю, ты там не поговоришь нормально, я вынужден, говорю, в эфир выйти говорить. Это когда было? А, блин. Ну, на одном месяце. Ну, вот, как говорю, после Балана, когда вот, после Балана закончилось. Руслан, когда вы ездили в Москву, Руслан? Мы ездили 1 октября, 11 октября. Ну, 4 месяца назад. Да, да, да. Вот, это было в то время, короче. И что он сказал за Балана? Он сказал мне, если ты выйдешь в эфир, то, как бы, ничего не получит от меня, как и Балан, короче. То, что со мной, короче, сгналоваться, то все плохо заканчивается для того. То есть он сказал, если ты выйдешь в эфир, с тобой закончится, как с Баланом. Кто? Ну, да, ничего не получу я. То есть ты деньги не получишь, как Балан? Кто выходит в эфир, плохо заканчивается с ним, да? Да, можно так сказать. Не можно так, ты четко скажи. Ну, да, так и есть. Что я еще хочу сказать? То, что вот он говорит, у меня денег нету, просто вот это поражает, да, денег нету у меня, я не могу вас раскидать. Но когда Каштула с Баланом, он говорит, вот я миллион долларов попал за Балана, я миллион долларов отдал. Был такой разговор. Вот видите, знаете. За Балана миллион долларов отдал? Я такой не слышал. Нет, такого не было разговора. Ты смс-ку там? Подожди, подожди, что он тебе сказал за Балан? Он сказал голосование, взять мне с Балана миллион долларов, да или нет? Я потерял за него. Вот это было. Алло. Я попал, алло. А, он, да, он сказал, я попал. Я попал за Баланом. Да. Сейчас я наберу, Саш, подожди, я наберу тебя заново. Ромалы, не заходите в эфир. Много ромаза тут в эфире. Они не мешают, они не мешают тебе. А вот эти сердечки тоже не мешают? Да, сердечки мешают. Вы поддерживаете Ребененка, вот эти сердечки не делайте, пожалуйста. Ну, это так, может, ребят. Тут ясно? Да, да. Ну, вот, то, что я хочу сказать, одни. Какие есть? Мы это видим. Сейчас. Алло. Слышно? Да, да. Дальше говори. Дальше. Дальше он играет в лото. Мы видим то, что у него деньги имеются, если он в лото играет. Да, он потом айфон начинает разыгрывать. Тоже деньги есть. Айфон тоже стоит денег хороших. Отслышно, да? Да, да, слышно. Ну, вот, то, что как бы, да, факты говорят, то, что у него как бы есть деньги, мне кажется, как и хочет отдать человеку, и все. Так, вот это сообщение, которое сегодня Ребененок выставил. Да, 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 я хочу всем объявить то, что вот этот сапель, который смс-ку он отправил, выставил в интернете то, что это я написал эту смс-ку. Почему? Потому что, как бы, прежде чем выйти в эфир, я написал, как бы, если ты меня раскидаешь, мне тогда смысла нету. Зачем мне выходить в эфир, если ты меня раскидаешь? Мне это не надо. Я и не хотел в эфир выходить, потому что он мне не нужен. Как бы, не знаю, манекеда не выходил. Но просто я вынужден уже, потому что он так никак не реагирует уже, да? Зачем? Блокировали, угрожал Манге, да, как бы. Ну, можно сказать, вот так, да, то, что делать уже. Ходится в эфир выходить. Но я, прежде всего, я его предупредил. Если он хочет, чтобы я не выходил, пусть отдаст мои деньги столбовые, и все. Что он еще сказал, что я там рай, что он тебе сказал? Ну, да, короче, в оконцовке, после вашего эфира, когда вы выходили, говорили с Саулей, то, что я выйду в эфир, он, видать, услышал, то, что это я, написал мне смс-ку, позвони мне. Молодска позвонил, он мне начал рассказывать про свои проблемы, то, что вот так у него проблема получилась, короче. Говорит, не выходи в эфир, зачем тебе это надо, говорит. Он тебе угрожал вчера? Да, я вот Сауля объявил, что ты выйдешь. Он тебя угрожал, если ты выйдешь в эфир? Нет, это не вчера было. Это когда вот, я говорю, рядышком, это в то время, когда с Баланом было. Говорит, если ты выйдешь в эфир, то я ничего, как бы все плохо закончится, как и с Баланом. Это в то время он угрожал. Вот так вот. Что ты еще хочешь сказать? Ну, что я хочу сказать. Приглашать его, и как бы, приглашаю его на 20-е число в Москву. Я, правда, конечно, не могу туда приехать. Почему? Потому что, как бы, эти деньги, которые, может быть, я на дорогу только потрачу. Как бы для меня эти деньги, как бы, тяжело достаются. Я сам работаю, честным трудом. Купи, продай, руману, делу. Я, дядя Ходь, вас прошу, как бы, будет сход в собрание цыганское, чтобы вы за меня сказали. То есть ты меня просишь, чтобы я на собрании цыганской за тебя разговаривал? Да, да. Я прошу вас. Хорошо, чего? Я буду за тебя разговаривать, но деньги, чтобы Саня перечислял тебе на карточку. Я это рад. Спасибо за его здоровье. Это рад. Второе, я каждое слово буду с тобой согласовать. Да, все, спасибо за его здоровье. Что еще? Ну, все, наверное, что еще сказать. Все, ты приглашаешь. Да, да. Да, я приглашаю. Дай Бог, что все благополучно перед Богом прошло, что все решило, что все нормально было. Дай Бог. Все хорошо, Саш. Давай я тебя выключу. Тут еще два человека. Хорошо? Все, давай. Могу сохранить, Саша. Амин, амин. Саш, тебе, Ребененок, что звонил сегодня? Что сказал? Ты мне говоришь? Да, Артур, я извиняюсь. Саша тебе говорит. Что-то Ребененка вспомни. Ничего, Ребененок, в принципе, сказал такие вещи. Я приветствую его решение. Говорит, давайте вместе соберемся в одно время, в одном месте разберем моменты эти все по деньгам. Ваши там вопросы про людях, какие там у вас недоразумения есть. Решим одним днем все вопросы. Вот из-за этого, в принципе, и вышел в эфир сказать. Что Ребененок звонил. 20-го числа он готов приехать. Сколько часов он звонил тебе? Да я не помню, честно. Ну, еще было светло. Ну, 3-4 часа. Ну, может, назад, да. Все хорошо. Со степетуки. А, Артур, если можно, выйди, пожалуйста. Давай все. Давай. Это. Давай взаимно. Давай взаимно. Руслан, вот ты мне прислал сообщение. Руслан, ты слышишь? Сейчас, Румал, самое интересное начнется. Так. Руслан, зайди в эфир еще раз. Руслан, зайди в эфир, Руслан. Давай, давай. Румалы, тут 5 человек хотят в эфир. Это все, если кто должен к Рябиненку, заходите в эфир, требуйте у него. Приветствую тебя, Руслан. Руслан, привет, Руслан. Кто тебе вчера Рябиненок отправил сообщение? Кто он сказал? Я тебе за черную. Мне он, наверное, написал, что ты туда не зайдешь, на собрание, и передай Хрипатому и Балану, если вы туда придете, то вам будет очень весело. Я вам ничего не должен. Не хочется. Я с вами рассчитал. Вопрос с вами закрыт. Ага. С вами закрыт. Ты от него копейку денег получал? Ну, давно когда-то что-то получал, да? Нет. Вот сейчас у тебя претензия финансовая вместе с сыном. Нет, ничего. В последнее время ничего. Какая сумма без процентов? У меня 2 миллиона 50 тысяч, моих личных. 2 миллиона 50 тысяч, а у сына, который в квартиру заложено? А у сына около, наверное, 1800 без процентов. Около, получается, 2800, да? Да. Ты сказал, Хрипат и полтора. Он получал эти полтора столбовые деньги? Я не знаю. Наверное, нет. Ну, я несколько дней назад разговаривал. Нет. Ромалы, вот смотрите. Твой сын... Сыну прислал сообщение. Дай вот этот человек, который русский написал на него заявление. Да, да, Саш. Руслан. Руслан. Руслан, перезайди еще раз. Руслан. 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 перезайди еще раз руслан давай давай так вот слышу слышу руслан вот рябиненок написал что вы обратились к чур а ты обращался к чур а нет я никому не обращался все смотрите твой сын же уполномочил тебя разговаривать и последний вопрос он прислал вчера сообщение твоему сыну рябиненок чтобы этот человек который москве с адвокатом который в октябре еще месяца написал заявление четыре месяца назад написал точно время я не знаю но его вызывали 22 декабря в москву урая что он написал твоему сыну чтобы он скинул карточку чтобы он с ним рассчитался да это не сыну это это он написал яша яшу написал сыну что он будет общаться только через два карта а подожди он самому кто написал яшу написал яшу написал карточку я отправлю тебе деньги да а он уже это отправил твоему сыну эту фотографию и он сказал что будет разговаривать только без только через адвоката да 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 все руслан ты можешь смотреть эфир если можешь выйди пожалуйста все хорошо ромалы смотрите ман шунделацы напишите мне что-то не темно какой-то экран ромалы вот смотрите рябиньона говорит там что краснодаре заходила рая ромалы очень знаете сколько много было очень много он мешает в это дело коркоро посторонних имена называет там он говорит я выставлял видео думает что эти рая отправил человек этого человека в городе нету ромалы на этом собрании забирали рая двух человек тихорецкого и графа ну через короткое время их отпустили очень короткое время и потом приезжали его родственники вася и володя володя недобавка и вася решетников и когда они улетали улетали у меня за столом было не знаю человек наверно гостей около человек 30 романы чавы и плюс мой брат султан был челябинской ингуш они приземлились в москве москве и говорят пол самолета были рая пол самолета были рая тихо не говорит на я включил громкую связь и много цыган слышала нам говорит подошли рая которые вчера были на на собрании позавчера были говорит на собрании они день остались на следующий день уехать к нам говорит подошли рая и говорят это вы были вот на цыганском собрании да они там разговор у них завелся ребёнок так и террая с москвы были ребёнок как краснодаре ты 8 числа выходил в эфир и говорил приходите на цыганское собрание я и хоня зову вас а помимо я и хоня там руслан звал его там дядя федя русскому ром звал новосибирь тебя не было почему тебя не было я ждал тебя ты до сих пор объяснение не дал горая с москвы были ребёнок ты ребёнок а не ребёнок позоришь свою свой рот про малые он угрожает цыганям которые выйдут в эфир второе что хочу сказать я тебе не обвиняю ребёнок что это они могут быть и из москвы у меня уничтожишь ну попробуй ребёнок попробуй хоть не позорься не пиши сообщение я не ты я тебя удаляю ты удаляешь людей мне люди говорят что ты удаляешь комментарии блокируешь людей кто то правду пишет как ты там комментируйте лайкайте не лайкайте отключу комментарии это ребёнок скоро ребёнок сериал ребёнок называет вот пошли эти сердечки прекратите пожалуйста напомнил и они пошли ромалы вот смотрите какая ситуация он выставил там гостиницу она в открытом у себя на странице рекламирует полмиллиарда стоит гостинице то хоть 10 миллиардов там полярда ты имеешь там полярда уже ярд ребёнок тебя очередь станет это смотрят не только рома ну и гаде тоже смотрит это ты ребёнок говоришь что ты по полярда обороту тебя на твоей карточке за своим языком следи 21 23 числа когда я выходил в эфир ребёнок я тебя спросил озвучить ты разрешаешь озвучить сумму ты сказал да и сам ее озвучил побежал посмотрите ромалы там в эфир вышел там ребёнок кусочками выставляет этот эфир весь стоит у меня на странице он у себя все удаляет ты там говоришь что глушков записывает переводчики туда-сюда ребёнок гадалкам ходишь цыгане для тебя кто живет по цыган я живу по цыганский ребёнок у меня отец был мать цыганка дедушка бабушка мне дети цыгане я живу образ жизни цыган цыганский хамдуляя первую очередь мусульманин по милости аллаха субхану тали нету цыгана и гаджо от меня кто пострадал ребёнок всем рассылал если я выйду с глушковым ты подготовил бомбу компромат сразу выставишь выставляй ребёнок ребёнок выставляй все что у тебя есть те дырявая твоя разведка ты 0 ребёнок смотрите ромалы с вот этими угрозами пять человек в основном я вам скажу одну вещь от ребёнка пострадала в основном чтобы вы понимали русско рома 95 процентов русско рома разные страны вот белоруссии белоруссии ром боится выходить за три часа первый день мы должен он должен был выйти в эфир за три часа он перепуганный перед это я говорит не выйду эфир он без дома остался вчера на меня цыга набежался лёва самарской области ты ведь мне не добавил я откуда знаю вот сейчас вот тут пять человек хотя добавится тут на одном написано еще три хотят добавить я не знал кто там женской странице какой-то хотел зайти он машину отдал я ведь никакие инвестиции не давал я не знаю что такое я в долг машину дал ему а мой брат говорит машину дома дал пять миллионов челябинска приезжал в октябре за дома в москву собирали цыган обещала рассчитаться а сейчас говорить я тебе ничего не должен я тебе ничего не отдам вот эти там 10 человек 15 которые совсем цыгане его поддерживают если вы авторитетные люди там 10-15 человек можете прогарантировать финансово вот этой массе который пострадал от рябиненка наберите меня я озвучу то что не могу озвучить за рябиненка по телефону если вы за него возьмете гарантия и я приеду и людей с собой возьму он людям которым должен он говорит и ты и хрипатый этот не зайдет он людям угрожает за их деньги ромалы он полностью наш быт наши цыганские законы он полностью хочет их переделать тысячелетиями что у нас было ромалы он ни разу не был на цыганском собрании он за полтора года что он в россии он все перевернул он убежал там подстраивал что его там за долги что его якобы убили печатал газеты делал блогерам нанимал интервью им давал ромалы мы долго будем терпеть этого маньяка интернетовской я привезу стариков у меня спросил неделю назад сколько с тобой человек придут человек пятьдесят раз разных городов мои братья приведут мусульмане аль-хамдуля карлик там есть в москве его сын саша одесса лентяй лёня ты будь человек он перелан де мечети миндре прала оце сибиряки мусульмане оце влахи мусульмане русского рома мусульмане они все мои братья меня приедут поддерживают челябинска петя вася султан коля мой брат швердловска приедет со своими братьями сказал четыре человека с краснодара приедут андрей пенза приедет рябиненок я тебя прошу пусть за тебя три человека уважаемых позвонят дадут за тебя гарантия я им озвучу моменты пусть переговоря не я если ты у меня личного нету с тобой и не было ты начал людей обманывать что ко мне никто не обращался рябиненок я восемь месяцев тебе говорю люди звонят сауля обращался мая не обращался здесь рука ваня вот через него ко мне обращались вчера хотел в эфир выйти ты ему позвонил вечером начал что ему говорит а у него прал бы шло лэсмарэне пралэс он не давал тебе под проценты деньги он машину тебе дал долг в долг машину дать это романес дороже продать на время романес и по исламу это можно дороже продать в рассрочку халяля да разрешено ты полностью наше цыганское слово гаджо рэпаны ты все ломаешь ту гаджо ты в челябинск говоришь приеду 300 спорцанцев поломай всех положу всех попробуй 1300 возьми 1300 возьми гаджо если у тебя нету цыгани достойных пхурэ мануша там ванят за тебя поздравлял тебя хорошее слово сказал нам подходит пусть наберет ваня я дам телефоны ванне стариков пусть с ними переговорить пусть андрея пензы наберет он сделает андрей пенза конференцию руменца кто приедет с моей стороны ко мне люди обращаются я там буду присутствовать за людей разговаривать которые просят чтобы я за них разговаривал ты деньги им перечислять ромалы я стараюсь не читать ваши голосовые как его зовут ваня грач пришла видео нам скажи что ты о нем думаешь я не знаю ваня грач какое видео послан ваня грач сказал челябинске тоже будет там сталюка коля ну много там еще парень он челябинский в казахстане хотелось чем приезжал к артуру домой вот тоже артур не первый ромалы ромалы габуди говорит я приеду с него со своими раклэми биболдэми биболдэ я не знал что это такое манги сказали это калэ мануша мусульман рябинь рябиньок тебе можно а представь что я могу сделать рябиньонок то обратился к учера а ты на руслана говоришь он же сейчас когда он не обращались ромалы когда люди ко мне обращались 8-9 месяцев я отказывался я спросил у этого вани рука ты за рябиньонка отвечешь у него есть возможно финансово ответ он сказал нет хони не вписывай меня в это дело ну раз не вписывать ваню веленок отказывается рома говорят рома говорят и после его видео после его комментарии я его сказал что чтобы чтобы кристина вы матюкайте что ли вы женщина вам некрасиво это прочитал нечаянно тут сказал не буду читать а вот смотрите просто вы заматюкались и у меня прошла эта мать у князь здесь если еще раз заматюкайтесь Кристина я вас попрошу детей вас заблокировать в красном платье там девушка какая-то была а это не Кристина я извиняюсь все я извиняюсь все я извиняюсь Кристина если за тебя не разговаривают люди если нет за тебя трех достойных цыган если за тебя нет которые трое цыган просто там Ваня Бариев сказал что ты там хороший человек поздравил тебя вот пусть он за тебя гарантиям выйдет раз он тебя считает хорошим человеком еще два человека нам нужно чтобы финансово за тебя ответили и во всех других отношениях тоже есть пусть набирает Андреев президент Пенза а он подключит с разных городов уважаемых стариков и ты говоришь что у тебя есть ко мне вопросы ко мне люди обратились у тебя есть ко мне вопросы ты сам как ребенок не ребененок а ребенок на весь эфир говоришь у меня полный ярда миллиардер хренов людям отдай деньги по копейкам есть там по 100 по 200 тысяч не смеши меня миллиардер вася и володя на пол дороги поломали ты почему им на дорогу деньги не отправил четыре дня их телефоны не брали ребята звонили мне говорит хоня люди приехали в Новосибирске ты взял на себя аж эту ответственность этого в гостиницу поселю этого не поселю в Новосибирске и Федя русскором звал и Руслан Кропоткин звал и я звал и ты звал это ты не буду уже там тебя сказал что ты там переоделся переобулся это весь мир знает что ты там переобулся ромалы если за него в течение суток до 18 числа не выйдут рома который гарантирует эту встречу которые не выйдут за него гарантию я туда стариков людей я не повезу он выходит в эфир говорит мои хорошие рая когда знакомые сказали что там его слушает прописывать ребенок ты по полмиллиарда объявляешь выставляешь в эфире свою гостиницу что она стоит полмиллиарда а что ты думал за тобой очередь не станет еще кого-то твои проблемы за языком своим следи сейчас вот стал нормальный не оскорбляешь не блокируешь бабушки вон деньги отдай 90 лет цыганка ты довел цыганку 90 лет идти писать хочет заявление цена машина выдала им маншина чуть-чуть мать андрига где живет там жил раньше вот этом в караганде там группа цыганская где-то человек 70 и переписывались там человек 40 разговаривал там бывает участвуем там помогаем в алмате цыганям там в караганде ну в казахстане бывает участвуем цыгане позвонили говорят два года назад на собрание вот этой в группе он говорит мои хорошие рая дословно вам говорю сказали что сказали что этот цыган сдемар и хотел цыгана объявить сдемарем вот да это цыган тем занимается чем я борюсь против чего я борюсь ну как ты хочешь цыгана объявить сдемарем опираясь упорая лебененок хорошо что в этой группе романе чаве тебе ответили Сауля говорит год назад звонил мне спрашивал что такое по-русски по-цыгански курица когни не знал что такое где ты романо быты романо образ жизни где кайту рябиненок до восемнадцатого числа тут осталось еще два дня если от тебя не выйдут три достойных которые действительно могут прогарантировать вот как Ваня Бариев что эта встреча пройдет безопасно еще два человека за тебя не выйдут не созвониться и с моей стороны люди не дадут гарантия Бариеву тоже что с нашей стороны тоже пройдет цыганское собрание с нашей стороны безопасно я и людей тебе рябиненок которых ты угрожаешь не привезу на весь мир кричишь ко мне ездят приедешь рябиненок Челябинск и эти должники перейдут на Челябинск финансовый вопрос объединится в Челябинске с судьбоносными вопросами которые тебя и вообще я там подниму чтоб тебя маньяк телефонный маньяк телефонный отстранили от интернета чтоб Романе Мануша от тебя отписались достойно Романе Ча Вэ Ча Я ты лучше бы работал ты с утра до вечера свою семерочку купите билеты за 500 рублей разыгруешь если второе если не найдутся Романе Ча Вэ не возьмут на себя ответственно за тебя я руки предложил рука сказал нет Хоня не вписывай прислал мне сообщение не вписывай меня я не буду за него финансово отвечать за него не буду у тебя есть мать финансово обеспеченный человек Рома говорят у тебя есть тесть который рекламировал бывший тесть или есть настоящий тесть я не знаю он цыгане говорят его звать на собрание мы его позовем на собрание Веленок от тебя отказался цыгане все равно говорят мы позвоним Веленку цыгане говорят Артур Саулю тоже звать на разговор он тебя тоже говорит рекламировал у тебя у тебя у тебя есть жена у нее есть тоже криптовалюта цыгане говорят она выходит в эфир очень дорогие шубы покупает пятизвездные отели дай бог тебе здоровья твоим детям не вопрос рассчитайся с людьми вертолеты покупать самолеты она говорит каждый день выходит в эфир я не знаю я не смотрел ни разу она вышла в эфир ты говорит что ты там казино восемь раз проиграл играй в казино куда хочешь ехать с людьми рассчитайся а то что ты говоришь на весь мир что на меня компромат выставишь то выставляй ребёнок я сколько раз тебе скажу вот чем заканчивай свой разговор ребёнок жду от тебя звонка от твоих людей достойных уважаемых у тебя есть или твоя семья или люди ну добавлю я ещё сказал последнее но добавлю когда у человека полмиллиарда полярда оборот да простит меня Аллах что я сейчас скажу это любой банк с такими оборотами 50 миллионов лёгкую даст под копейки проценты роман я на собрании буду разговаривать только за несколько человек которые просят меня за их долг все поговорить а деньги ты этим людям сам будешь перечислять а все остальные цыгане они они за свои дома квартиры машины золото сами будут разговаривать с собой они они сказали что пригласят с собой людей я не знаю сколько кого они там пригласят многие называют знаменитых цыган с россии из белоруссии с казахстана приедут с украины приедут я приглашу мося а тебе вот с алматы хорошо отзывается сэлям алейкин чавэ те хорандацки те дадески ко чавэ сэлями мандарь нет проблем пригласим пригласим чавэ много лариса ты говоришь она гаджу гаджи она такая же полукровка как и ты у нее бабушка цыганка ну мне даже не это беспокоит меня за нее я она когда мне позвонила лебененок я сказала она сказала что у нее муж был чеченец я сказал чем вы можете подтвердить что вы связаны с мусульманским миром и мне начали звонить с грозного лебененок чеченцы с москвы позвонили чеченцы сказали чем надо помочь мы здесь в москве если он здесь мы поговорим самары начали звонить чеченцы лебененок я попросил по-цыгански я с тобой поговорю они сказали разберитесь по-цыгански она квартиру заложила и все деньги взял ты не в инвестиции а квартира стоит минимум 15 миллионов а ты говоришь за дома не отвечаешь за квартиры не отвечаешь лебененок ты приходи на разговор лебененок пусть за тебя люди что там не будут рая что там людей впустят а мы не будем вот ты людям отправляешь сообщение угрожаешь что как баланом будет с вами если кто выйдет в эфир уже четыре месяца ты угрожаешь это людям где ты и где цыганская ребененок мне этот цыганский быт а вы ходите гадалка то ты же на меня ходишь гадаешь шайтан в общем румалы жду от ребененка от его людей звонок от уважаемых людей сразу пусть звонят Андрею Пенза эти люди с ними договариваются и я боюсь Аллаха боюсь в гневе принять какое-то решение несправедливое я буду организовать все что было безопасно со всех сторон и с одной стороны и с другой стороны чтобы это был настоящий цыганский разговор а не будет нас наши тысячелетние законы ребененок переделывать с ног на голову переделывать криптовалюты это риск и он вот эти мошенники очень много мошенников по криптовалюте четыре криптовалюты мне сказали которые известны они все мертвы две криптовалюты уже обанкротились вот так набрали людей деньги а потом сказали вы что рисковали тоже давали как ребененок 400 годовых что-то такое разберись вот с этим парнем который на тебя написал заявление разберись бабушка 90 лет а то умрет так от переживаний что ребененок не дает денег грех возьмешь себе на душу ребененок советую тебе разберись там люди ходят райенца проблемы лэнце до 18 лет парень с краснодара разберись про лэс морэнце он тебе говорит дай дэл ровы ты за деньги свои матюкал оскорблял людей в эфиры выходил унижал я людей прошу не писать ни заявления на тебя и артур сауля просит все ромалы звоните поручители за него или его семья тесть жена и мать Андрею президенту или звоните вот Бариевы кто там еще есть достойный ЧВ в Москве очень много достойных ЧВ звоните Андрею договаривайтесь нейтральными людьми ЧВ с моей стороны договаривайтесь не без разницы куда приехать если приехать показать силу я покажу приеду покажу когда время придет и когда я посчитаю нужным показать силу я рябиненок вообще-то мы вот начали 28 декабря с тобой разговаривать даже две недели не смог выдержать я то думаю вот сейчас я начну вот тут только разогрелись только начали если если до 18 числа не выйдут поручители за него то этот разговор переносится на Челябинск на 20 февраля я тебе рябиненок советую найти этих людей кому ты должен без угроз разобраться рассчитаться и чтобы ты приехал тебе скоро начнут после 20 числа в эфиры звать те люди которые имеют тебе судьбоносный вопрос которых ты отстранял унижал в эфирах сказал побьешь и то и сё и пятое и десятое все маньяк телефонный лайкай комментируй жду звонок ассалам алейкум рахматуллах баракат миру чавал алей чавэн приветствую мира и добра всем сына элла выключак это мочо все ромалы выходите ждем от рябиненка поручителя поручителю и и и и и и и